В 2017 году динамично реализовывались проекты по модернизации сферы культуры. На развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование работы организации культуры в 2017 году из областного бюджета направлено 1 миллиард 400 миллионов рублей. Видимый качественный сдвиг произошел в музейной сфере. И реализован масштабный проект мультимедийного парка «Россия. Моя история» при финансовой поддержке «Газпрома». Фактически это живой учебник истории всей нашей страны и Тюменского края. За полгода с его открытия парк посетили уже более 160 тысяч человек. В прошлом году в современно оснащенном здании открыл двери главный корпус областного музея имени Ивана Яковлевича Словцова. В Елутровске после реставрации открылись торговые ряды. Менее чем за полгода работы на этих объектах уже реализованы 27 различных музейных проектов. На них побывали более 50 тысяч посетителей. Большое событие ждет нас и в текущем году. На следующей неделе в Тобольске открывается музей семьи императора Николая II с уникальными предметами из царского быта. Музей откроется в специально отреставрированном под музей историческом здании, где 100 лет назад в ссылке проживали Николай II и его семья. Всего музея в Тюменской области в прошлом году представили 480 новых выставок и проектов, привлекли более полутора миллионов посетителей. Библиотеки региона развивают доступность передовых технологий, обеспечивающих доступ к национальным информационно-библиотечным ресурсам. Библиотеки постоянно пополняются новыми книжными фондами. Театрами региона в 2017 году представлены 33 новые постановки. Благодаря развернутым гастрольным программам спектакли увидели зрители в Юлутровске, в Заводулковском городском округе, в Варамашевском, Вагайском, Галышмановском, Мишинском, Амутинском районах. В 2017 году город Тобольск принял фестиваль театров малых городов России. Специальным призом отмечена постановка Тобольского театра «Тобольск. Доска почета». Молодежные театральные коллективы под своей крышей объединил театральный центр «Космос». На его площадке работает 21 театр резидент. В рамках программы повышения доступности услуг культуры в малых городах и селах в 2017 году продолжается строительство Дома культуры в поселке Вензели и разработана проектная документация на строительство Дома культуры в поселке Московский Тюменского района. Отремонтированы городской театр и детская школа искусств Вишими, сельский дом культуры в Юргинском районе. Проведено обновление комплектов музыкальных инструментов в 16 детских школах искусств. Это Тюмень, Тобольский, Шин, Елутровский, Тюменский, Галышмановский, Сорокинский, Юрковские районы. Услуги сельским жителям 19 муниципальных образований оказывают 36 мобильных передвижных культурных комплексов. В 2018 году будут приобретены передвижной комплекс для Заводоуковского городского округа, микроавтобусы для учреждений культуры Юргинского, Вагайского и Сорокинского районов. Редактор субтитров А.Семкин